Привет всем! Это видео о том, как удалить файлы и папки с жесткого или съемного диска вашего компьютера без возможности их восстановления. Необходимость в этом может возникнуть по разным причинам. Это может быть передача компьютера, жесткого диска или флеш-накопителя в пользование другому лицу, сдача компьютера или носителей в ремонт, а также их продажа. Простое удаление данных средствами операционной системы или даже полное форматирование носителя не обеспечивает безвозвратного удаления информации. В большинстве случаев удаленные данные можно восстановить с помощью специальных утилит, как Hetman Partition Recovery. Самым распространенным среди рядовых пользователей способом безвозвратного удаления данных является использование предназначенных для этого программ. Среди них есть много бесплатных. Забегая наперед скажу, что это далеко не единственный способ предотвратить возможное восстановление ваших данных. Досмотрите данное видео до конца. Немного погуглив удалось выяснить, что наибольшей популярностью пользуются такие бесплатные программы, как Eraser, CCleaner бесплатная версия, Free File Shredder, Free Eraser и другие. Ссылки на скачивание данных программ будут в описании. Все программы показывать не буду. Рассмотрим только две самые популярные. Чтобы безвозвратно стереть данные с помощью CCleaner, запустите программу. • Перейдите в меню «Сервис» • Стирание дисков • Поставьте галочку напротив диска, данные из которого необходимо безвозвратно стереть. В нашем случае это USB диск E. После этого необходимо установить, что будет на диске затираться. • Весь диск или только свободное место. • А также способ стирания. Один проход, 3, 7 или 35. Чем больше проходов, тем надёжнее затирание, но тем дольше будет идти процесс стирания диска. • После этого нажимаем кнопку «Стереть». • Вводим стандартное кодовое слово для подтверждения и нажимаем «Ок» • Запускается процесс стирания. • Стирание успешно завершено. • Теперь восстановить какие-либо данные из данного диска будет невозможно. • Чтобы безвозвратно стереть данные с помощью Eraser, запустите программу. • Первое, что сразу же бросается в глаза, это то, что программа не имеет русскоязычного интерфейса. • Чтобы стереть данные с того или иного диска, нажимаем на стрелочке возле меню Erase Schedule. • Выбираем New Task. • В открывшемся окне даём заданию название «Disk E». • Устанавливаем «Run manually», что значит «Запускать вручную». • После этого нажимаем кнопку «Add Data». • В открывшемся окне указываем данные, которые необходимо безвозвратно затереть. • Тип данных • Файл, папка, корзина или весь диск или раздел • Выбираю «Disk». • Способ стирания • Тут способов больше, чем у Ccleaner, но суть та же. Чем больше проходов, тем надёжнее. • Также необходимо указать сам диск • Снова указываем наш «Disk E» • ОК • ОК • Чтобы запустить стирание, кликаем на созданном нами задании правой кнопкой мыши и выбираем «Run Now» • Прогресс стирания мы можем видеть в строке справа • Стирание завершено • Одной из стандартных функций восстановления Windows есть функция возврата компьютера в исходное состояние. Находится она в меню «Параметры» • Обновление и безопасность • Восстановление • Если нажать кнопку «Начать» мы увидим, что система предлагает нам при сбросе сохранить мои файлы или удалить всё • А также стереть диск с системой или все диски компьютера • В любом случае, основной функцией, которая нас интересует в плане безвозвратного удаления файлов, есть следующее, которое звучит, как «Удаление файлов и очистка диска» • Выбрав её, данные выбранного диска будут безвозвратно удалены • Детально о том, как вернуть компьютер в исходное состояние с удалением файлов и очисткой диска, используя данную функцию, смотрите в другом видео нашего канала, ссылка на которые будет в описании • Также, при желании сделать недоступными для других файлы вашего компьютера, можно с помощью другой встроенной функции Windows – это BitLocker • Что я имею в виду? • Для того, чтобы иметь доступ к файлам зашифрованного с помощью BitLocker диска, необходим пароль • А в случае его отсутствия или неправильного ввода – ключ • Если к зашифрованному с помощью BitLocker диску нет пароля или ключа, то получить доступ к нему можно только путём форматирования, что удалит все данные • Но и после этого зашифрованные на нём файлы остаются зашифрованными и восстановить их можно только имея ключ • Детально о том, как зашифровать диск с помощью BitLocker смотрите в другом видео нашего канала, ссылка в описании На этом всё. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи!